Всем привет, друзья! Сегодня у Лёши последний день отпуска. Копаем. Погода сегодня более-менее. Надеюсь, дождь не пойдет. Сегодня опять занялись канализацией. Надо же нам ее доделать уже. Вытягиваем оттуда землю опять. Маленько там поднимаем уровень яма у нас там. В общем, вот так. Сидит уже на стульчке. Потому что низко там селишком. Так, сейчас я ему буду... Матвей пошел эту самую веревку принесет сейчас. Чтобы вытягивать землю, говорит, удобнее будет. На крючке. Вот одну лопатку уже сломали. Такую глина. Глина, глина. Нам сейчас надо, чтобы под трубу зашла плитка. Хотим вот эту вот плитку уложить под трубу и потом подвести швеллер. Швеллер уже тоже отрезали. Вот он. Такой вот. И на швеллер ляжет уже наша труба, которую вот мы будем стыковать. Вместо вот этой рыжей. Так что вот так. Сегодня обещают вроде как без дождей. Завтра до полудня без дождей. Так что как-то бы надо успеть хотя бы вот эти нижние работы сделать, а потом уже дед будет сверху делать уголки такие, чтобы закрыть. Не закапывать, короче, эту трубу, а закрыть ее сверху металлом. Короче, чтобы давления земли на нее не было. Саркофаг, как он говорит, буду делать для нее, для этой трубы. Вот. Что, где Матвейта? Уже второе ведро, он все, веревку ищет найти не может. А деда Паша-то где веревку давал? Ты же ее куда-то забрал. Сейчас я вам подскажу. Вот. Сейчас еще приедет наш НЖшник, канализацию нам откачает, потому что вот эту трубу, ну, времянку, которую мы поставили, ее же надо сейчас обратно вытягивать. Будет, дед боится, что уже может подошло к горлышку. И, говорит, канализация может из бака сюда хлынуть, поэтому лучше, говорит, начисто убрать, чтобы точно никакого риска не было. Ну, потому что уже почти неделя прошла. У нас бак 7-кубовый. Считаю, 5 дней с жильем там уже может подходить под горлышко как раз. Так что вот так. Матвейша, иди там у папы уже два ведра, иди. Крюк делаешь, что ли? Такой крюк-то ведь не выдержит, сынок. Надо покрепче было крюк-то взять. Там ведра такие тяжелые. Вон этот надо было взять, и все. Вот этот вот. Смотри, смотри, вот этот крепкий. Тиго, у тебя сейчас разогнется, когда ведро потянешь. Оно тяжелое слишком. Из гвоздя, что ли? Такой крепкий он. Давай, короче, там два ведра уже. Деда Паша веревку давал, поищи. Ну вот. Все вот такие дела. Работаем потихоньку. Дед сейчас тоже выходил, он. Они с Фадеем вот это все принесли. Ну это вот то, что надо будет положить. Да, то есть они вот это сейчас отрежут вот так. Вот эту обрешетку. Ну я не знаю, что это у нас сетка как-то была. Ну главное, что тут металл. Они этот металл положат сверху. То есть вобьют П-образные такие эти. Надо трубой поставить. Потом эту обрешетку. Фу, ты что такой грязный, ты что рыл? Боже мой. У меня аж брызло в лицо. Вот. И вот это железо будут укладывать сверху. Ну, утеплитель еще будет. Короче, что-то буду делать. Я буду потихоньку вам показывать. Пока. Пока вот так вот. Я вам покупаю эту, чтобы плитку уложить на дно. Канализацию приехали, откачивают. Сейчас. В какую сторону еще, да? Все правильно. Есть? А, ну да, все правильно. Вот так вот, ровно так вот. Если пузырь уходит в сторону дома, значит... В сторону дома он ушел, да. Вон, видишь? Тоже почисти грязь-то. Ой. А ты его боком вложи, там тоже есть. Не надо. Все есть. Есть конус. Вот это прекрасно. Это самое главное. Значит, здесь поток воды пойдет без торможения. Так, меня волнует, как вы плитку уплотнели. Будет она опускаться. Там такая глина, что, знаешь. Сверху можно глиной положить, только точно не будет. Но вы никак не уплотняли. Просто поставили. Плитку положили и все, да? То есть, если что, плитка пойдет вниз. Чтобы это... Как она пойдет вниз, если вы... Ну, ну, топатый, то бедушка будет. Вот такой слой мягкой почвы у вас. Про этой плитки. Его надо уплотнить. Для этого, Матвей, знаешь, все надо. Вот, где папа пилит грыба, есть черный брусок. От теплиц остался. Вот надо такой брусочек принести сюда. И кувалду. Брусок ставишь. Хлоп, хлоп, хлоп по плитке. Она садится до конца. И, значит, это подведет. И грыба опять проведет. Вставили красную эту трубу. Она же на 250 вошла. Гофрированная. 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 Сейчас он муфта. Мешает, да? Мешает. Прокнутая часть-то. Ничего не понял. Ну, вон там муфта, видишь, которая рожает. Это надо осаживать в ритуалную плитку, да? Нет. Вот видите, вот она тут вот... Подходит, подходит под трубу прям. Вот, видишь? Она плотная. Видите? А там муфта не дает. А там, чтобы под плотную муфту... Нормально. Пусть может и ложится на швеллер. Это нормально. Так она не входит в него. Он не такой широкий. Куда не входит? В швеллер сам. Тут труба вошла в швеллер. До дна достает. А там сколько миллиметров где достает? Ерунда. Ну, вот сколько там... День 10 миллиметров. Это ничего страшного. Главное, что в середке... Да, чтобы большого перепада не было, главное. Смотри, что в середке она не провисла на 50 миллиметров. Не провиснет. Нет, все нормально. Все, сейчас проволоку надо. Сейчас надо под нее. Там кирпич не войдет? Плитка под нее. Да нет, еще. Там чемент надо подливать. Может быть, и кашлабы. Плитка? Матвей, принести плитку одну? Ну, попробуем впихнуть. Под швеллер. Так, ну все. Закончили. Смотрите, видите, мы под швеллер... То есть труба легла на швеллер. Под швеллер подвели еще один слой плитки бетонной. Он уже не раскрошится, ничего. Посадили там на муфту с силиконом, с резинками. И здесь тоже поставили... О, этот... Силикон обмазали, эту трубу загнали. Но она загоняется так, что она опускается аж в пак тот. То есть глубоко заходит на 300 миллиметров. Почему-то сначала не хотела заходить, потом стала заходить. Не знаю, что за причина была. Ну, что-то сбили, наверное, там. Вот. Так что вот так вот у нас сейчас будет. Сейчас мы хотим вот эти вот подпорки поставить. И уже, чтобы на трубу земля не воздействовала, утеплитель положим. Потом уже тогда закопаем. Вот так вот хотим. Ну, сейчас пока на сегодня все. Сегодня уже устали. Сейчас закроем просто. Ну, еще и стойки эти варить надо, дед будет варить их сначала, потом делать. То есть пока не закапываем, но канализация уже работает. Сейчас спустили мы воду большим потоком. Ну, и все. В общем, нормально. Нигде не прокапывать, не бежит. Все. Сейчас все это перетаскаем. Инструмент здесь за одним яму засыпали. Тут нехорошая ямка была. Вот. Все. Канализация на сегодня. Так. Пол четвертого, друзья. В общем, мы канализацию заканчивали. Уже накрывать почти начали. Но еще не начали. Успел деда Паша. Короче, подъехал. Успел, посмотрел, как мы сделали. Все хорошо, говорит. Вот. И он привез металл, который... Вот этот саркофаг, так сказать, дед может накрыть. Там как раз металл двойка. Толстый. Чтоб земля потом не продавила. Вот. И мы выгрузили этот металл, короче говоря, чтобы все завтра закрыть. Это закопать уже. И это... Раз он с тележкой, попросили его доехать до привоза. Видите, там не режут фанеру. Нечем у них. Ни в одной точке, ни во второй не режут. Мы же помните, тогда заезжали, не смогли фанеру ему купить. Четверку. И он, в общем, попросили, чтобы деда Паша нас свозил до привоза, так мы еще туда поехали. Я села, и Матвей, и с дедой Пашей мы, в общем, доехали. Взяли эти три листа фанеры, купили. Вот. Привезли. И вот отпустили. Деда Паша домой уехал. Сейчас заходим домой. А Леша нас встречает радостной новостью, что нам сейчас привезут опил. Представляете, целый КамАЗ опять опила, как вот недавно привозили. С лесозавода ему позвонили. Там у него знакомая работает. Говорит, у нас, слушай, загруз. Нам вообще, говорит, некуда девать. Опил уже привезли. Пойду рассчитаю сейчас. Бежал. Выгрузил. Он уже выгрузил. Позвонил бабушке на телефон. Он сейчас, говорит, уже выгружаем. Но я выбежал, он уже выгрузил. Туда же, как обычно. Вот. Ну, в общем, они бесплатно доставляли. Но за доставку вот этому КамАЗу, КамАЗисту платишь как бы 2000. Так что так. Все, конечно, заныли, потому что устали сегодня уже. С канализацией наползались туда-сюда. Вот. Ну. Что-то пишет. Ладно, не снимай, я знаю. Ну, в общем, придется сейчас все равно идти. Сейчас 4 часа доходит. Будем грузить. Куда деваться? Завтра дочь обещает. Я, Фадея, говорю, да ладно, ты осенью еще хуже. Потому что осенью все равно бы пришлось заказывать опил. А так нам мы сейчас... Ну, у нас мешков много вообще-то остается. Даже фасуем-фасуем. Как бы он более сотни выходит мешков. Но у нас их много накоплено. Видите, годами копим. Из-под комбикорма. Поэтому Алеша говорит, сможем. Уложим все. Так что нормально. Ты сюда хочешь залезть? Просто здесь. Мороженку ищет хочет. Никто один себе дуем. Такая зелень. Купила в монетке, думала. Хорошие, они что-то зеленые продали сегодня. Вот. Ну, а с обедом у нас сегодня дед у нас постарался. Рано-рано встал. Я, когда пришла корову доедить утром в 7 утра, уже был у него и суп. Вот. На обед сварен. По-моему, с рыбной консервой он сварил опять. Потом. А, нет. Сегодня, пардон. Сегодня же я свиную ножку эту... Ну, сустав делал. Значит, суп на свинине у нас. Я еще не ела просто. Не знаю. Вот. Потом он картошку жарил на завтрак. Ну, в общем, уже было первое, второе. И компот, как говорится. Да, все было сделано. Вот. Так что я сейчас только жарю оладушки из кабачка. Вот. Бабушка хочет. Я как раз вчера кабачок сорвала. Свеженький. В общем, сделаю сейчас оладушки. Мы с ней поедим оладушки из кабачка и пойдем. Алеша сейчас тоже передохнет после канализации. И вот. У нас сегодня двойная работа получилась. Не взначай. Такие дела. Ну, ладно. Пошла переворачивать кабачки свои. Вот Юха едет тоже. Такая вот кучка. Что? Там доработали. Сейчас здесь еще. Да. Давайте добавим. Что, ворота не открываются, Леша? Ага. Так вывалил он прямо на ворот. Да? Вон, сколько это. Дерешка опять. Ну, что сделаешь? Давай, тащи мешки. Ну, принес уже. Ну, все. А, эту штучку принес, которую грузили в тот раз? Очень удобно было. Нет, она где? Там она. Там она, ну, ладно. Все вот так. Сейчас приступать будем. Так. Куда мне камеру поставить, чтобы хоть маленько нас поснимать? Фея, иди сюда. Да куда, Анна? Ты что? Поснимай. Поснимай нас маленько, как мы грузим, чтобы показать, какая штука у нас классная. Грузилка для опила. Алеша, смотри им грузит. Вот так вот, подержи. Ладно, побудешь оператором. Все, замер? Стой. Я тебя как штатив использую. Ты маленько сюда поеди, покажи, какая штука у нас классная. Вот. Как мы ее хорошо божи, я еще мешок не прокатываю. Опа. Видишь, короче? Вот. Ты смотри, как она черпает на фаде. Смотри, вот. Сразу пол ведра, да, Фаде? Ты не опил такой с корой. Коры много. Вот. И полный мешок. Покажи, какой у меня уже мешок полный есть. А! Куда ты с корой-то? Вот так вот. Сейчас мы все погрузим, а потом перетаскивать будем. Такие дела. Так вот и работаем. Перчатки? Ну иди сходи, пока я снимаю. Мы еще ворота пытаемся откопать, чтобы пошире открыть. Они сегодня от души Ага попривезли. Так потому что им девать некуда. Они это. Нагрузили его, видать, с горой. Ага. В тот раз-то как-то привезли скупонько. Только-только. Ну, чтобы все, видимо, хватило. Ну да, делили на всех. А сегодня сами уже звонят. Не надо заберите опил. Какой-то лес перерывал. Потому что много этих коры сегодня. А я поймал, я кузнецик. Вот. О, точно. Кузнец. Обычный фе... А, не надо, я боюсь. Ладно, все, мы с Фадеем сейчас будем грузить дальше. Фадейка пока отдыхает, я поснимаю, успею. А, уже половины нет, смотрите. Больше половины? Ну, может быть. Так вот мы дружный компашка сегодня быстро уберем. Фу, Фадей, конечно, устал. Бедняка. Но в тот раз ты целую машину один убрал, а в этот раз пополам хотя бы. Уже вперед. В прошлый раз машина была детская. Фима, ты что делаешь там? Смотрите, что он делает. Вот ты аккуратнее по камням-то. Пошел ведь разулся, а? Аккуратно, аккуратно. Хочет, говорит, я хочу, говорит, по опилу. Да и аккуратнее, потому что там палки могут быть. Походить, говорит, хочу. Индюки, говорит, любят купаться в опиле. Прикольно, да? Да. Да тебе песок морской. Не надо, Фима, не надо, в глазки насыпешь, не надо опилом баловаться. Сейчас точно в глаза насыплюсь себе, будешь потом. Горячий такой он, да, Фим? Опил-то вообще почему-то. То ли он горит, то ли мокрый. Почему он же горячий? Видимо, на солнце лежал, да? Ну почему, дожди же ведь шли. Думаешь, горит? Нет, ну он... А, Ефима, туда выше не лазь. Ты осыпать будешь, не надо. По внизу тут ходи и все. Вот правильно, палочки лучше оттуда поуберем маленько. Кот. Ага. Так вот. Далеко ты не кидай. Кара, да? Не ломайся. Кара, у нас бы козы были, ох, они бы поели. Тут круто. Здесь и жуков нет. Жуков? Ну не знаю, нет, не видно так. Там толки еще. Да никого там нету. Караеды только. Караеды. Они людей не едят. Так вот сидит, он так. Ой, ой. Фима, у нас уже штаны все вопили. Мы их что потом будем делать? Не лазь выше, не надо выше. Ладно. Ой, вот так вот развлекаемся, как можем называться. Все, отдохнули, пошли дальше. Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok. Поел я, дед Собченко. Теперину накормила. Тихонько, не торопись. О, ты на меня смотришь. Ты смотри на дорогу. Так ты едь до конца-то оттуда, до доски. Хе-хе-хе-хе. Тима, тормози только там. Аккуратно нажимай. Аккуратно нажимай. Аккуратно нажимай. Тима, нести. Фадей, пойдем, а? Аккуратно. Пойдем, Фадей. Надо уже коровы идти. Давай, доканчивать будем. Давай. давай-давай крепись я знаю что устал но надо бабушка погулять у нас вышло сейчас уже вот в такие мешки грузим маленькой осталось на мешков не хватило эти мы специально покупали на привозе раньше такие продавали на не не очень удобно то что не вставка вот это полиэтиленовая но что сделаешь где-то без вставки грузим но со вставка все-таки больше на пол ведра получается так что так грузим грузим еще маленько осталось пойдем в воде и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все закончили Уже время 7 За 3 часа успели Так что вот так Они все уже это не могут Ребятишки встали Матвей руку простреливает Нерв прям говорит Как током пробегает Но он тоже натаскался И нагрузился И натаскался Мешочек поддержишь Матвея? Давайте докладывайте Последний мешок И все И закончили Пойдем корову дать Так что так Урвали опять Сколько мешков? Ой Ну что? Нагулялся до сыта? Сегодня? Ну ничего Мы победили Главное да? Ну ладно Сейчас посмотрим Сколько мешков Ой У меня ноги тоже поднимутся Уже сил нет Пятки Горят просто Так Хоть я и держала мешки Я конечно такого ничего не делала Но Ой Но у меня пятки же Стоять не могу Смотрите тут Все Узенький проход только остался Все загрузили Ооо А здесь и не видно Тут они в три яруса мешки составили Не видно ничего Света нет Короче Вот тут вся комната Это загружены И здесь Так что это? Ой Блоки-то какие тут Шапки Шапки Лесенку нормальную Делать Так Пошли домой уже Все устал Давай пойдем домой Главное черпачок Алешу Не забыть убрать Да я знаю Что уже кричит Корова Уже семь часов Потому что Она время четко знает Так А что у меня полный Галоши Ёшкинку Ай Значит Ста не получится Улетела Улетела Ооо Кошмар Сейчас сесть за носки И у меня Все будет Ну ладно Все вот так Я говорю Как мы успели Ну тютелька в тютельку До дождя Ага Забирай свои игрушки Все Конфетки свои Ли что там у тебя Пойдем домой Беги домой Беги домой Это яблоня Тебя вообще Загородила Ага Ты сейчас В домике тут сидишь Не ну я к тому Что тебя и не видно Это войлочная Выросла Все таки Я вроде выкапывала Опять выросла Ну еще один куст Ну вьюнок тут Ну она вроде Посередине клумбы Ну и пусть здесь будет Есть будем здесь Вьюнок паразит Так Я сегодня еще Всю крапиву Из этого-то куста Выдрала Калина Калина там Рябина Чувак Ты же маленький Я про него Вообще рябины Очень много Нынче Вон она вся усыпается Не могу быть Нет Ага Пузыреплодник у меня Опять разросся Как не знаю что Да Ну я смотрю Он вообще Под сенью сидишь Ну эти Питуньки вот так вот Лежат Поливать пока не надо Пока ничего не поливать Их обрезать надо Я никогда идти не могу Может еще порастут Если обрежу А может и не порастут Не знаю Ага Сейчас пойдем Да понятно что заберу Сейчас Тучки еще раз покажу Ой А уже сил нет кричать Ура понимаешь Гром даже? Нет Самолет по-моему летит Давай все иди Отправляйся Так давай я возьму печенье хоть Давай я печенье возьму Давай Донеси меня до дома Даже бабушка устала сидеть Да Сейчас я тут лопатку поставлю А там что-то мелочь Все Пойдем Фух Так друзья Ну все Мы Ролик Заканчиваем 7.05 Мы домой пришли Сейчас пошли Коровье А потом сразу Ваню пойдем Грязные все Все Давайте До завтра Пока-пока Пока-пока